Доброе время суток, друзья! В этом видео я расскажу, как натянуть панорамный скайбокс на вашу карту. Начнем! Первое, что нам необходимо создать или скачать. Панорамное фото или рендер скайбокса. И вот тут размер имеет значение. Дело в том, что изображение должно быть как минимум 2048 на 1024, чтобы каждая из шести текстур в дальнейшем имела размер хотя бы 512 пикселей, как во второй халве. Чем будет больше расширения исходного изображения, тем качественнее будет выглядеть скайбокс. В моем случае 8192 на 4096. Переходим к самому интересному. Разобьем изображение на шесть отдельных фрагментов. И здесь нам поможет золотая и очень древняя программа SkyPaint Panorama Editor. Ссылка в описании. Шаг первый. Нам нужно только загрузить изображение. Причем для панорамной текстуры выбираем свой тип. Для квадратных текстур – куб. Выбрав сферический шаблон, открываем картинку. И вот, это уже не картинка, а полноценный скайбокс, который осталось лишь сохранить как шесть изображений. Выбираем шаблон Quake'а TGA формат. Готово. Шаг второй. Запустим чудесную программу VMT Editor. И превратим картинки в VTF в текстуры. Как это сделать, вы можете узнать, посмотрев прошлое видео. Пару секунд и текстуры готовы. Дело за малым – создать VTM файлы. Выберем свою игру, дальше первую исходную текстуру, шейдер и два обязательных параметра для скайбоксов. Сохраним первый VMT. А теперь в пару кликов сохраним и остальные. Все, ваш скайбокс готов. Результат мне показался неплохим. Для начала этого будет достаточно. О скайбоксах мы еще поговорим в других видео. А пока... Удачи, Тамадахи! Субтитры сделал DimaTorzok